Шикарный бриллиант стоимостью в целое состояние. Цель, ради которой многие готовы переступить закон. Но неужели они думали, что это им сойдет с рук так просто? Офицер полиции уже на месте. Майки и Джим арестованы. Ничего не вышло. Но Майки предлагает копу бриллиант в обмен на особенные условия заключения. План провести остаток жизни в роскоши провалился. Но можно устроить себе красивую жизнь прямо за решеткой. У Майки частная камера, но у Джима, у Джима обычная. Был бы и у него бриллиант, было бы все иначе. Майка фотографируют для личного дела. Ему не нравится фото. Еще один дубль. И в другом образе. Так-то лучше. И еще вариантик. Отлично. Плюс обработка и выйдет отличная открытка родственникам на день благодарения. Такого они не ожидали. А фотосессия Джима немного отличается. Как минимум продолжительностью. А еще и отношением надзирателя. Оно совсем не церемонится с преступником. Преступление одно, а наказание разное. И ужасное фото одной из них. Руки Джима фиксируют наручники. А руки Майки – личная красотка, которая нежно сопровождает его в камеру. Кажется, жизнь в тюрьме понравится ему больше, чем на свободе. Джим готовит план побега. Он засунул записку в бутылку. И выбросил через окно в море. В фильмах это всегда срабатывало. Осталось только ждать. Похоже, в море бутылка так и не попала. Ну да, с чего он взял, что сможет докинуть бутылку? Джим крупно попал. В наказание ему придется подметать осколки и всю территорию тюрьмы. Майки использует рацию надзирателя. Такой риск. Интересно, что он задумал? Может, это сигнал подельникам на воле? Кто-то заказал пиццу. Но кто? Полицейским это запрещено. Да это Майки. За отдельную плату попы кормят его с рук. После смены они смогут заказать и себе лучшие пончики в мире. А Джим в это время замерзает в холодной камере. А вот и его ужин. Точнее, ледышка. Суп совсем замерз. Как прикажете его есть? Ну, похоже, у Джима есть идея. Солнечный зайчик растопит его обед. Совсем другое дело. Хотя теперь это ужин. Майку очень скучно. В тюрьме немного развлечений. Но если есть деньги, то полицейский с радостью почитает сказку на ночь. А у нее приятный голос. Для Джима тоже читают. Но далеко не сказку. Его обвинение. Как после такого уснешь? Майки соскучился по музыке. В тюрьме так тихо. Надзиратель любезно делится наушником. Но это не очень практично. Постойте. Похоже, прутья решетки напомнили ему звуки струн. Как хорошо, что Надзиратель закончила школу игры на арфе. Она поет великолепно. Правда, все песни о преступлениях и заключенных. Джим стучит кружкой по решетке. Он поймал ритм. Даже забыл на мгновение, что поймали его. Надзиратель не прочь подыграть ему. И у них неплохо получается. Серые тюремные будни теперь и для Джима проходят немного веселее. Да эти двое могли бы записать хитовый сингл. Майк после душа на маникюре. А потом у него массаж. Теперь у него много времени для этого. Не тюрьма, а спа. Чего не скажешь о камере Джима. Ему даже нечем почистить зубы. Хорошо хоть на комбинезоне лезут нитки. Вполне подходит. За время заключения в зубах скопилось много всякого. Так-то лучше. Упс, минус пол штанины. Майки играет в Counter-Strike. Против своего надзирателя. И Майки выиграл. Время поменяться местами. Теперь он надзиратель. А коп заключенный. На полчаса, но все же. А Джим готов на все, лишь бы свалить отсюда. Как можно скорее. Тщательно продуманный план. И с каждым ударом молотка он становится ближе к свободе. Похоже, у него получилось. Но куда ведет тоннель? Оказалось прямиком в камеру к старому другу Джима. А тут весьма недурно. Даже лучше, чем на свободе. Теперь-то и он наконец-то немного отдохнет. Но Майк звонит в 911. Ммм, зачем это? Неужели он сдаст Джима? Как же это подло. Майк смотрит телевизор, и ему скучно. А Джим смотрит сквозь решетку на небо. О, пролетела птица. Вот так экшен. Вот это да. Первое в этом месяце. Надзиратель Джима уснул. И это его шанс. Нужно лишь аккуратно стащить ключ. Не разбудит надзирателя. Упс. Джим чуть снова не попался. Он взял не ключ. Он взял монету. Но зачем? Одно преступление, два разных наказания. На смену заступает честный полицейский. Майки пытается и его подкупить. Но не тут-то было. В камере Джима новый сосед. Хорошо знакомый старый подельник. Майки снова пытается подкупить надзирателя. И у него получается. Получается купить еще одного сокамерника. Вместе сидеть веселее. Еще одна попытка от Джима. Но преступник должен понести наказание. Понравилось видео? А ты бы хотел оказаться на месте Майка? Напиши свой ответ нам в комментариях. Ставь лайк. И не забудь подписаться на наш канал. Мы уже готовим новое видео. Жми колокольчик, чтобы не пропустить его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!